Всем привет! Меня зовут Римма и добро пожаловать на канал бисероплетения с Риммой. Сегодня сплетем этот прекрасный ромашковый чокер из бисера. Для плетения чокера с ромашками я буду использовать бисер восьмого размера. Белого цвета, также желтый и третий цвет у меня будет вот такой вот зеленый. Можно сказать, даже салатовый. Леску диаметр 0,22 мм. Застежку карабин лобстер. Дно запаянное соединительное колечко, здесь оно не разъединяется. И самодельную цепь из соединительных колечек. Обходимую длину лески отрезаем исключительно из своих предпочтений. Например, если вы хотите, чтобы чокер был как чокер по середине шеи, то 2-10 метров вполне будет достаточно. Если, например, вам нравится, когда он так плавно ложится, как ожерелье, то необходимо будет брать от 2,5 метров лески. На один конец лески сначала продеваем застежку в отверстие и одну салатовую бисеринку. Вторым концом продеваем лишь в салатовую бисеринку крест-накрест. Два конца складываем вместе. И тянем данную бисеринку на середину лески. Тем самым делим на правый конец лески и на левый. На правый конец лески набираем 3 белые бисеринки, а на левый 3 белые и одну салатовую. Правым концом лески продеваем в салатовую бисеринку крест-накрест. Затягиваем. И получаем колечко. Правый конец лески продеваем в белую бисеринку одну лишь. И точно так же делаем на второй стороне. Левым концом лески по левой стороне продеваем тоже лишь в одну белую бисеринку. Затягиваем. На один конец лески, в моем случае, я набрала на левый одну желтую бисеринку, так как я правша. Правым концом лески продеваем в желтую бисеринку крест-накрест. Это будет наша серединка для ромашки. Затягиваем. И теперь снова правым концом лески продеваем сначала в две белые бисеринки по направлению вверх. Затягиваем. А затем в салатовую. И точно так же на второй стороне. Для этого я вот так переверну, чтобы мне было удобнее продевать. Сначала в две белые. Затягиваем. И теперь в одну салатовую. И затягиваем. Хорошо тянем за каждый конец лески. И получаем вот такую ромашку. Правый конец лески набираем три белые. На левый три белые. Одну салатовую. Правым концом продеваем лишь в салатовую. Крест-накрест. Затягиваем. Получаем колечко. Правый конец лески. Продеваем в одну белую бисеринку по направлению сверху вниз. Затягиваем. И точно так же левый конец лески, но по левой стороне. Сверху вниз в одну белую бисеринку. Затягиваем. На один конец лески набираем одну желтую бисеринку. Вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест. Затягиваем. Левый конец придерживаем пальцем. И правым концом продеваем сначала в две белые бисеринки. Сразу в три. И в салатовую. И точно так же вторым концом. Сначала в две белые бисеринки. А затем в салатовую. И хорошо тянем за каждый конец лески. Получаем вторую ромашку. Снова на правый конец лески набираем три белые. А на левый три белые. Одну салатовую. И правым концом продеваем в салатовую бисеринку крест-накрест. Затягиваем. И получаем колечко. Левый конец лески придерживаем пальцем. Правым концом продеваем по направлению сверху вниз. Лишь в одну белую бисеринку. Затягиваем. И точно так же левым концом лески делаем. Но уже по левой стороне. Лишь в одну белую. Затягиваем. На один конец лески набираем одну желтую. И вторым продеваем крест-накрест желтую бисеринку. Затягиваем. Данная бисеринка у нас получается посередине. Левый конец придерживаем пальцем. И правым концом лески продеваем в две белые бисеринки. И сразу в одну салатовую. Затянули. И точно так же на второй стороне. Так, я переверну для того, чтобы было удобнее продевать. В две белые. И в одну салатовую бисеринку. Тянем за каждый конец лески. Тем самым затягиваем хорошо. И получаем третью ромашку. И так плетем до необходимой длины. Цвета бисера можно вместо белого использовать абсолютно любые понравившиеся вам цвета. Так же можно использовать хоть два цвета, хоть три, хоть десять. И тем самым чередуя их между собой. Плели необходимое количество ромашек. Для своей длины я сплела сорок таких вот белых прекрасных ромашек. И у меня остались два небольших конца лески. И теперь будем закреплять. Для этого берем колечко, которое спаянное, соединительное. И один конец лески, пусть он будет правым. Продеваем. И продеваем еще два раза. В данное колечко. И второй. И опускаем, тянем вниз. Затем этот же конец лески с противоположной стороны продеваем в салатовую бисеринку. И хорошо затягиваем. Правым концом лески продеваем сначала в три белые бисеринки. А затем в салатовую. И придерживаем пальцем. А левым концом лески продеваем лишь в три белые бисеринки по левой стороне. И хорошо затягиваем. Здесь концы лески встречаются в одном направлении. Хорошо тянем за каждый конец лески и завязываем на два-три узелка. И обрезаем лишние концы лески, отступив около двух-трех миллиметров от узелка. Опаливаем каждый конец зажигалкой.